Сто человек отправятся служить в этот осенний призыв с двух районов города, Октябрьского и Советского. Все идет по плану. К месту службы уже отправилось процентов 30 ребят. Пункт назначения преимущественно Западный федеральный округ. Пять отправок срочников уже прошло, но грядут и новые. Могут планы перевыполнить, говорят в военкомате. Уклонисты, которых активно ловят, есть всегда. По уклонистам мы, как я сказал, работаем с отделом полиции по Октябрьскому и Советскому району еженедельно. Это помогает нам военно-прокуратура Рязанская гарнизона и содействие с Октябрьской прокуратурой. На сегодняшний день по нашим двум районам приблизительно около 100 уклонистов. Это ребята, которые находятся в длительном розыске. Казус еще и в том, что призывник может быть прописан в одном районе, а жить в другом. Но бывает и хуже. Юноша может вообще жить за пределами региона. Но таких активно ищут. Рейды проходят два раза в неделю. Часто оказывается, что уклонисты могут в армию не попасть, по здоровью не пройдут. Бывали и такие случаи. А можно и вообще вместо обычной службы выбрать альтернативную. Такие ребята есть у нас, которые хотят заменить военную службу по призыву на альтернативную службу. На сегодняшний день у нас такой сейчас один. Значит, он на следующей неделе будет проходить медицинское свидетельство. Соответственно, если пройдет. Решение по нему принято о замене службы на альтернативную. Значит, если он пройдет, комиссия, значит, соответственно, будет направлена на альтернативную службу. А можно отслужить и по контракту. Заранее, до призыва, написать заявление в своем военном комиссариате. И тогда год срочной службы можно будет заменить двумя годами контрактной. В Рязани так поступил один человек. Но, может, еще одумаются. По словам военного комиссара советского и октябрьского районов, весной контрактников было больше.